Покажу, что мы там прописаны были. И что жить невозможно. И жить невозможно, конечно. Очередное заседание суда. Участники процесса перебирают отписки чиновников и обсуждают, у кого в доме больше пахнет тухлым мясом. Именно такой аромат издает завод по производству костной муки в Боровихе. Елена Романова – многодетная мама. Ей вообще пришлось переехать из родного села в Заринск. За детей страшно. Продать квартиру в таком дурно пахнущем месте она теперь не может. У меня попросились снять квартиру. Я предупредила, что там запах от завода. Они сказали, ну мы поживем, посмотрим. Они месяц пожили и просто съехали, уехали. Почти у всех жителей села рвота головная боль, кашель. Костный завод еще и расположен рядом с жилыми домами, что противоречит санитарным нормам и логике. Даже если окно открыто и вот этот запах попал в дом, я просыпаюсь от того, что мне становится тяжело дышать. Приходится все закрывать. Жители говорят, что руководство завода их просто избегает. Еще год назад Костный завод обязали установить оборудование для системы очистки воздуха и источных вод, чтобы специфический запах исчез. Но люди сомневаются, что все это было сделано, поэтому подали иск о закрытии завода. Появляются новые свидетели, ну и новые факты обнаруживаются. Ну, в общем, мы пока что, я, например, лично недовольна течением дел. Жители Боровихи говорят, что рано или поздно добьются закрытия Костного завода и, возможно, когда-нибудь облегченно вздохнут уже свежим воздухом. Об итогах этого дурнопахнущего дела мы расскажем в ближайших выпусках. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.